Холлыйский детский дом теперь приют для беженцев. Сейчас здесь проживает 65 человек. Наша программа съездила в гости к вынужденным переселенцам и выяснила, как им живется в живописной глубинке и что они собираются делать дальше. Ежедневно границу России пересекают порядка трех тысяч беженцев. В нашем регионе их уже более тысячи. Елена рада, что покинула родную страну. Сюда она приехала с дочерью и маленьким сыном. Бомбоубежище, ну, предоставили, там помогли. В общем, одеялами все. Готовить кушать нечего. Дети сидят голодные. Это, естественно, на сыром, в воде. В общем, мы до магазина добирались вот понад стеночками. В магазинах ничего нет. Над головой стреляют и смеются. Выбраться из воюющей страны на удивление просто. Говорят, достаточно одного звонка. Главное, целым и невредимым добраться до границы. Есть горячая линия. В любой момент звонишь. У нас все службы, практически все службы такси, которые выделяют автобусы, везут на границу с Россией. То есть там до Новоазовска везут. В общем, это реально. Вывозят женщин с детьми бесплатно до границы. Здесь очень хорошо, что помогает Российская Федерация. Тоже стоят автобусы и тоже принимают. На границе у нас не было проблем никаких. Очень было страшно, конечно, ехать по нашей территории, потому что у нас еще сломался автобус, взрывалось над головой. Мы два часа пролежали в поле. С детьми за автобусом прятались, потому что как раз над нами была и горячая их точка. Иван приехал с женой и трехлетней дочкой. Маленькая Даша теперь ни с чем не перепутает взрывы и выстрелы. Она успела понять. Два дня мы просидели в сыром бомбоубежище, которое успели сами прибрать для себя. Слава Богу. Мы просидели там, дождались своей очереди и уехали. Детё, которое имело всё, оказалось бомжом. А до войны они были совсем даже не бомжами, а вполне успешной молодой семьёй. Иван работал металлургом и получал 4000 гривен. Бежать решили, когда увидели, что разрушен завод, который их кормил. Взяли немного вещей и иконы. Теперь им предстоит всё начать заново. Мы не можем сказать, за какие деньги мы можем работать, потому что мы не знаем даже ваших цен, грубо говоря. Ну, будем работать, пока за какие предложения. Дальше будем двигаться, потому что нам надо что-то есть. И на шею мы сидим тоже не можем. Спасибо, что приняли. Вот так нас две недели, грубо говоря, кормят. Они ещё не выправили документы, но уже готовы работать. Врачи, строители, бухгалтеры, педагоги. Сейчас для них очень важно найти своё новое место. Поеду в колледж есть. Город Плёс называется. Там именно по профессии, я сам по образованию преподаватель. И там поедем, может, устроимся, будем там работать. И жизнь там получается. Жизнь, да. Там, говорят, общежитие предоставляют. У Сергея и Светланы востребованы и хорошо оплачиваемые специальности. Как только будут готовы документы, они поедут покорять Иваново. Молодая семья надеется на достойные зарплаты. Мы очень маленькие, мы не можем тогда снять квартиру. На нашей профессии есть вопрос. Я строитель универсал. Я строитель пускового профиля, малярка. То есть мы не пропадём? Ну, всё равно с маленьких нам невыгодно начинать. Нам нужно снимать квартиру, потому что здесь вот это временное жильё. Мы получим документы, мы должны уехать здесь или от других. И нам нужно идти дальше, где-то снимать с себя квартиру. Если мы пойдём на маленький, если мы снимем квартиру, вот, всё, мы с ней останемся здесь, что мы будем кушать. Ипотека тоже дорогая. Нам её не даст. Может быть, через полгода. И это, ну, это, скажем так, по-русски, рабство. Я не хочу. На свою страну молодые люди обижены. Чтобы спасти маленькую дочь, им пришлось оставить там родителей и квартиру. Идёт месть уже. Нас, слава богу, это не коснулось. Да, многие вот мужчины, в основном, кто лишился жён, дочерей, это ж уже война идёт. Детей. И детская. Очень много детей. Все пойдут до конца, да. Очень много. В этой стране мне делать нечего. Возвращаться обратно на родину уже мало кто хочет. Они даже боятся смотреть российские новости, где каждый день рассказывают об убитых и показывают родные города, которые сложно узнать. Вместе с тем большинство беженцев верят в победу уполченцев. Но даже боятся представить, какой ценой она достанется. О мирном разрешении конфликта уже давно никто не говорит. Елена Белова, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.